Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, а это новости из мира The Sims, выпуск номер 60. И сегодня в выпуске. Разработчики рассказали, над чем они сейчас работают, а также приятные новости для обладателей 32-битных систем и многое другое. Эмбарго на разглашение информации по новому дополнению жизни на острове снято, а это означает, что к нам пришло много интересной информации. Давайте поподробнее. Участники выставки и Аплейн наконец-то опубликовали контент, который они сняли на самой выставке, и он нас очень порадовал. Начнем с того, что мы наконец-то увидели карту города Сулани в ее хорошем качестве, и да, насчитали там 14 участков, что не может не радовать. Также стали известны такие подробности, как будет новая свадебная арка в виде большого листа, на острове Сулани будет разбитый корабль, который является участком, и под ним есть жилье. Под водопадами города Сулани ваши симы смогут купаться, а также заниматься в уху и ловить лягушек. Появится новая коллекция ракушек, появится ловушка для рыб, также аквабайки можно будет прикупить в магазинчике с товарами. Также появится много интересной растительности для острова Сулани, которые будут доступны в режиме покупки. Но если вы хотите поподробнее ознакомиться с режимом создания персонажа и с теми предметами, которые добавят в игру с этим дополнением, то переходите в нашу группу ВКонтакте, там есть вся подробная информация. Если честно, посмотрев на все то, что показали американские видеоблогеры, мне безумно захотелось поиграть в это дополнение. Оно мне как-то, знаете, навеяло почему-то Sims 3. Эти кустики, которые прям реально похожи на кусты из третьей части игры, вы только присмотритесь на них. И блин, я очень жду, когда это дополнение уже появится для всех, мы с вами его заценим на трансляциях. Я очень жду, когда мои персонажи смогут искупаться в океане в городе Сулани. Но следующая новость обрадует многих. Поехали. Совсем недавно прошла эксклюзивная закрытая трансляция, где разработчики рассказали о нововведениях в игре, которые скоро к нам придут. Давайте поподробнее. Начнем с того, что разработчики рассказали, что придет в бесплатном обновлении. И контента будет очень много. Помимо новых расцветок для предметов, которые разработчики объявили еще в начале мая, в игру придут такие предметы, как шезлонги. Да, шезлонги будут абсолютно бесплатными. Для того, чтобы их использовать, не обязательно будет покупать новое дополнение «Жизнь на острове». А также появится новая карьера. Няня, бариста, дайвер, работник фастфуда, рыбак и спасатель. Скорее всего, няня, бариста и работник фастфуда – это карьеры, которые будут перенесены из категории только для подростков в общую кучу карьер. В бесплатном обновлении. Так что теперь баристой, няней и работникам фастфуда смогут устраиваться не только подростки, но и взрослые персонажи. Также, благодаря этой эксклюзивной информации, у нас теперь есть с вами подтверждение того, что команда The Sims работает над тем, чтобы позволить плавать во всех мирах, которые есть уже в игре и в будущих мирах. То есть прямо сейчас разработчики работают над тем, чтобы позволить вашим персонажам купаться не только на острове Сулане, но и во всех других городках, что не может не радовать. Ну а также в это бесплатное обновление войдут предметы для ЛГБТ-сообщества и рандомайзер черт характера, о котором мы говорили в предыдущем выпуске новостей. Очень радует, что шезлонги придут нам абсолютно бесплатно уже 18 июня в бесплатном обновлении для игры The Sims 4. Ну а самая крутая новость, так это то, что разработчики наконец-таки решили нас послушать и, знаете, они отнекивались, говорили, что да нет, купаться в океанах можно будет только в одном городе. А теперь работают над тем, чтобы купаться можно было во всех городах, так и до открытого мира недалеко, но не будем уже сильно уж мечтать. Вот, будем принимать ту информацию, которую они нам показывают и говорят. Ну что, будем ждать, когда мы сможем окунуться не только в Сулане, но и в Винденбурге, и во всех остальных городах. В особенности в Бриндлтон-Бэй, там слишком много воды. Вот, посмотрим, как это будет реализовано в будущем. Обновление Legacy Edition для The Sims 4 было отложено, об этом написал SimGuruDuke у себя в твиттере. Давайте поподробнее. Несколько месяцев назад команда The Sims объявила, что поддержка старых 32-разрядных систем Windows и систем Mac на технологии Metal завершится уже в июне этого года. Это означало, что игроки с этими старыми системами смогут играть только до игрового набора The Sims 4 StrangerVille. Всё, что выпущено после The Sims 4 StrangerVille, не будет доступно для пользователей со старыми системами. Вместо этого, игроки смогут бесплатно перейти на The Sims 4 Legacy Edition. Тем не менее, SimGuruDuke рассказал в твиттере, что обновление The Sims 4 Legacy Edition отложено. Что означает, что игроки, запустившие The Sims 4 на старых системах, смогут играть в The Sims 4 Жизнь на острове, когда он будет выпущен в конце этого месяца. Ну что, в сети пользователей, у кого до сих пор стоит 32-битная система, как на ПК, так и на Mac, то выдохните. Жизнь на острове вам придёт, вы сможете в неё поиграть, это будет безумно круто, я за вас очень сильно рад. Вот, ну и вы тоже порадуетесь, разумеется. Вот, но радуйтесь недолго, так как всё равно Legacy Edition в будущем выйдет. И вам дали такое неограниченное время для того, чтобы обновить свои ПК или хотя бы переустановить систему на 64-битную версию. Так что играйте в Жизнь на острове, но не забывайте, что совсем скоро это счастье может и закончиться. Следующие дополнения могут и не выйти под вашу систему. Но если вы до сих пор не в курсе о том, какое дополнение выходит, что в нём будет, то переходите по подсказке в правом верхнем углу, там будет целых три видео, где вы сможете посмотреть интересные факты о дополнении. Даже есть отдельное видео про русалок. Да, их добавят, вот, поэтому бегом по подсказке и смотрите свежие видосы. Но это были все самые свежие новости, которые пришли к нам за прошедшую неделю. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить палец вверх, также подписаться на канал, дабы не пропускать свежие новости и свежие трансляции, которые совсем скоро будут на канале. И разумеется, 18 июня ждите бесплатное обновление в Origin, ну а 19 июня ждите обзор на новое дополнение лично от меня. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!